а здесь что думаете не надо это это вот показал этим участникам моего семинара приводил когда соседей нет вот это калитку для свободный доступ я полюбил посмотрите что делается вот так отрезает вот так снизу начинает расти волчки а эти волчки надо уничтожить и вот это собака за хвостом вверхе себя так назвал ну без комментариев а вот это я в эту фото еще не показывал до того интересно еду через сезон смотрю знакомая привет забыл как звать а вот ну чё как-то молодой пусине дал ты не боишься упасть а у него еще в руках этот подосъемник калечить не стал вот это уже настоящий садовод он не стал калечить грушу посмотрите высота груши видели поселок сезая вот прямо на дороге я могу в любой момент еще показать его я между дерево это с гордостью сибирь сибирь холодина холодина а груша растет как ничем не бывало вот эта груша имеет штамп скажите что даже у тебя метровый штамп ты только сейчас говорил нельзя а я отвечаю так одним из свойств груши которая растет в тени тянутся вверх еще потом покажу вот только это хотел показать вариант высокого штампа вот это вот ярко выраженная кустистость груши и и восстановление штаб причем вертикально веток все только потому что это я свойство заложено природой чуть ниже объясню а пока смотрите ветка была обломана я показывал там фильм снимал подходил дерево там несколько ведер на одной ветке рухнула вот на второй ветке вот рухнула третье ветка а это рухнула к двумя годами раньше просто тоже бы урожай также взяла и драться легла на зиму вот естественно я с ней ничего не делал потому что сделать можно только хуже потом сами убедитесь но получилось более из-за таких ран на штампе не важно хоть на кольцо вы сделаете вот вам например вот это показалось лишняя ветка да или вам показались вот эти лишние вы ран понаделали и это у меня ладно а что я попробую гадать какая упадет вот а тут такие выражающие вот получилось так что внутри мороз туда проник и сделал древесину хрупкой и началась один вот одна рухнула это 2 рухнула и вон она сейчас покажу тут плохо видно вот здесь 3 рухнула спасибо вот это осталось ну и что не будь вот это рады я во время моя груша она давала такие урожай это вы видели это пройти нельзя столько груши жалоба земли вот и вот эта способность восстановить я подчеркиваю почему вот эта груша любая груша у нее родина я восстанавливаю по изучив корни изучив крону пирамидальная крона это очень важно памяти впереди схватка с величайшим садоводом россии вот величайшим подчеркиваю вот авторитетнейшим а все равно приходится выступать поперек почему вот я просто в начале свойство ноши я вижу пирамидальную крону и глубокие глубокие эти самые как они как работают как буровые установки стержевые корни практически вертикально и вот так вот вот так вот вот я просто нигде никогда я не стал искать а где происходили груши а черт его по азии америка не знаю африка вот я одно знаю там где она воспитывалась миллионы лет там где приобретала форму вот эту плодов там где она дальше не пошла потому что морозостойкость ниже заметить морозостойкость ниже яблони наверное когда-то так же как айва не поймешь что яблони или груша они потом поразделялись айва осталась посередине груша это семена как-то на юг на юг на юг яблони на север на север и вот и получилось что это важнейший момент это то к чему я пришел такому заключению и так груша с более теплых мест подчеркиваю почему на ней нельзя раны делать с более теплых мест так с более сухих мест добывает стержевый корень и с помощью пирамидальной кроны обеспечивает стержевый корень он же не весь уходит там на 5 метров корешки полметра метр полтора метра эти туда догадываетесь вот и вся вода идет туда то есть вот и в то же время важнейший момент у него вот это вот кара вот это вот она не выносит влаги я наблюдал за сотен игруш у себя и у всех она не выносит влаги она не выносит тени это ее слабое место для этого природа устроена заберем можно сказать бог создал такой может потому что когда-то все таки мы дойдем до этого рода на рода на начале настолько уходит такую глубину в триллионы лет не в эти несколько миллионов что мы говорим но конкретно груша которая прижилась на земле прижилась подчеркиваю попала культурный можете не сомневаться прижилась она тоже расползлась а ураган может семечка на 1000 километров внести вот и птица на километр и так постепенно но у нее осталось я замечал все равно в разных районах чуть-чуть разных но в основном вот это она есть и вот эта ненависть к волчкам когда она восстанавливает она запредельная вот теперь мы посмотрим как мое мнение сложившиеся выводы расходятся с общепринятыми причем я сейчас обратюсь к важнейшему авторитету не поливкиной которая это нахваталась смотреть противно что она натворила на хвата в разные эти с интернета схемы с огромными ранами вот сказать с ума сошла нет просто зарабатывает вот смотрите по прежде всего посмотрел вот это я хочу еще показать насколько все зашло далеко тысячи подписчиков 600 просмотров и 10 тысяч просмотров вот понимаете у человек спасает деревья вы можете себе представить что если взять здесь была какая-то рана он упомянул комедии течения морозобойну трещины и он из этой раны а дерево уже больно видите что все раски творится чернота вот и он взял из маленькой раны может средненькой сделал страшную вещь вот посмотрите дерево на морозе жить вот они они вы сейчас не возмущайтесь не содрогать из этого ужаса а тех этот роман константинов взялся нас учить это уже точно дерево обречено а 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